МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти век назад индийские археологи Сахин и Бенерджи сделали на территории Пакистана одну из самых величайших находок. Древний город Махенджо-Дара. Он явил миру тайну, раскрыть которую ученые пытаются до сих пор. Крупный культурный и политический центр процветал более 3,5 тысяч лет назад. Внезапно, без видимой причины, он был покинут большинством своих жителей. А те, кто остался, встретили здесь свои последние минуты. Их гибель была ужасна. И над ее разгадкой все еще бьются лучшие умы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Множество научных экспедиций побывало в Махенджо-Дару с момента начала раскопок. Однако никому еще не удалось расследовать этот доисторический детектив и назвать бесспорные причины гибели древнего города. У специалистов есть лишь гипотезы. Одна из них – арийский погром. Одна из гипотез указывает на то, что в гибели Махенджо-Дара замешаны якобы пришельцы, которые поддерживали арийцев, искали с ними дружбы. А поскольку арийцы были заинтересованы в гибели Махенджо-Дара, пришельцы взяли и по-дружески помогли им разрушить этот город. Предполагалось, что племена ариев, скотоводов-кочевников, врывались в мирные цветущие города и селения долины Инда, круша и уничтожая все на своем пути. Однако найденные скелеты не сохранили следов ранений холодным оружием. Тогда появилась гипотеза, что цивилизацию постиг кризис. Он мог быть вызван экологическими причинами. Землетрясения изменили русла реки Инд, начались наводнения и эпидемии. Костные останки людей свидетельствуют о том, что у них была малярия какая-то очень вредная, которая, видимо, действительно была в результате ирригации. Они орошали, там, рыли каналы и все. Они заболотили, в конце концов, эту местность. Там развелись эти какие-то страшные комары. Ну, одна из вероятных причин гибели. Однако проведенная экспертиза останков не нашла признаков массового заболевания. Более того, все жители города, и старики, и дети, были настигнуты неведомой бедой на улицах за самыми разными занятиями. Но никак не в собственных постелях. Самую смелую версию гибели древнего индийского города высказали в 1979 году англичанин Дэвид Девенпорт и итальянец Этторо Винченто. Они предположили, что Махенджо-Даро был уничтожен ядерным ударом. Девенпорт, знающий культуру Индии, знающий санскрит, он выдвинул атомную концепцию, что город Махенджо-Даро был разрушен ядерным взрывом. Но как такое возможно? Существование ядерного оружия у древней цивилизации, жившей 1500 лет до н.э., противоречит догматам современной науки. Тем не менее, у авторов атомной гипотезы были аргументы. В центре уничтоженного города исследователи обнаружили воронку, подобную тем, что образуется при взрыве. Все здания в эпицентре словно снесены мощной взрывной волной. Чем дальше к периферии, тем меньше разрушения. Многие археологи, которые занимались раскопками Махенджо-Даро, пришли к выводу, что если бы там было землетрясение, то по логике оно бы уничтожило весь город. А пострадал, как заключают ученые, и при раскопках это было видно, только центр города. Окраины города остались практически нетронутыми. Но самое главное, на многих десятках метров от эпицентра предполагаемого взрыва ученые обнаружили еще одно доказательство. Мельчайшие частицы оплавленных камней, разбросанные по поверхности вокруг воронки. Следы загадочного оплавления сохранили и стены домов. Этот камень оплавлен и представлял собой как бы даже стекло. То есть это был жар. Эти города были уничтожены жаром, который превосходил обычный костер. И тогда зародилась мысль о том, что это было результатом ядерного взрыва. О происхождении этих стеклянных камней до сих пор спорят ученые. Так, по одной из версий, такие камни или тектиты образуются при падении на землю метеоритов. Тектиты – это из продукта импактного, то есть ударного воздействия внеземного вещества на нашу матушку-землю. Вот при ударе происходит переплавление либо земного, либо принесенного материала. Брызги, вот эти брызги, как говорится, и есть тектиты. А так как удар происходит с большой скоростью, то они унаследуют эту скорость, и получаются такие высыпки или тектитовые следы. Образцы оплавленного стекла из древнеиндийского города были отправлены в Римский университет и в лабораторию Национального совета исследований Италии. Согласно результатам анализов, оплавление камней произошло при температуре 1500 градусов. Такая температура 3500 лет назад могла быть получена лишь в горне-металлургической мастерской, но не на открытой территории. И метеорит с этим вряд ли бы справился. Но тогда что же породило этот огонь? Это была гигантская разрушительная сила. И здесь совершенно логично, как полагают современные ученые, может идти речь о ядерном оружии. Или о том оружии, которое еще неизвестно земной цивилизации. Но оружие, обладающим такой же разрушительной силой, как и ядерное оружие. Доводы Девенпорта и Винченти о происхождении оплавленных камней в Мохенджо-Даро вследствие ядерного взрыва возникли не на пустом месте. Достоверно известно, что тектитовые поля появились в Хиросиме и Нагасаке после взрывов ядерных бомб в 1945 году. Есть и другие примеры в новейшей истории. По крайней мере, сейчас мы знаем, что аналогом таких обширных оплавлений могут быть надземные ядерные взрывы. Аналогами которых в настоящее время являются подобные следы на Симпалатинском полигоне, когда в 60-е годы испытывалось ядерное оружие. И аналогичные следы на полигонах Соединенных Штатов, когда две великих страны выясняли свой ядерный паритет. Наконец, еще одна фантастическая находка из Мохенджо-Даро, казалось, должна была подтвердить атомную версию и навсегда поставить точку в спорах ученых. В окрестностях древнего города археологи нашли 44 скелета с повышенной радиацией. Одни останки были подробно исследованы. Выяснилось, что норма радиационного фона в костях древнего индуса была превышена в 50 раз. Этот скелет изучали. Он был подвергнут различным анализам современным, с использованием аппаратуры, которая всегда в таких случаях используется. И показания аппаратуры установили, что действительно скелет найденного человека или существа, которое похоже на человека, был облучен. И уровень радиации не исчез за, казалось бы, такое количество лет, которое этот скелет провел в земле, пока его археологи не откопали. Однако и здесь наука не спешила с выводами. Выдвигались версии о естественном заражении жителей. Оказывается, обитатели древнего города могли подхватить радиацию из окружающей среды. Если человек живет в безиурановом месторождении, и это доказано, если в воде существуют некие концентрации, по нашим прикидкам, это пусть даже шестой знак после запятой, возможна его концентрация урана как химического элемента во внутренних органах и тканях человека. Но гипотеза о заражении радиацией из воды или воздуха идет вразрез с фактом существования тектитов и общей картиной гибели города. И тогда бы радиоактивный фон не был таким мощным и исчез спустя такое количество времени. Спрашивается, где человек тысячелетия назад мог добрать такой уровень реактивности? Человек набрал такую дозу только либо при воздействии ядерного оружия, либо при его эксплуатации, неудачно, что называется. Откуда в Индии до нашей эры могло взяться ядерное оружие? Кто им воспользовался и по каким причинам? Девенпорт пошел в своих гипотезах дальше. Ученый делал свои выводы не только на основе археологических изысканий. Он изучал и древние индийские трактаты. Так Девенпорт отметил сходство разрушения Махенджо-Даро с падением королевства Данда, которое описано в священной книге Ромаэне. Там написано, город был разрушен богами по просьбе арийцев, управлявших территориями, где эти боги добывали полезные ископаики. Махенджо-Дара арийцам не принадлежал, и боги согласились сравнять этот город с землей. Современные ученые, исследователи, историки, такие как Девенпорт, они как раз говорят о том, что боги могли быть самыми обыкновенными пришельцами, которые прилетели с другой планеты, и которым была выгодна дружба с арийцами. Они вмешались в эту ситуацию, выступили на стороне арийцев и уничтожили Махенджо-Дара. Вот такая гипотеза есть. По данным Девенпорта, в древних индийских текстах даже упоминалось, что горожан предупреждали о грядущей катастрофе за неделю. Но не все согласились покинуть родные места. В час икс небо озарилось нестерпимым сиянием. Над городом воспарили пылающие без дыма предметы, неся гибель жителям. Затем прогремел взрыв, разрушивший здание. Люди оказались засыпаны землей. Описанное в книгах Махабхараты является историческим фактом. Об этом уже современные ученые давно говорят. Они это признали за истину. Но, естественно, как это обстояло на самом деле, как эти события разворачивались в реальной действительности, в подлинной исторической перспективе, об этом мы можем только догадываться. Подобная история разрушения древнего города описана также в индийской книге Эдзоэна. Там идет речь о неземных существах, прилетевших к местным жителям на металлическом корабле. Между ними возникла ссора. Пришельцы переселились в соседний город и выбрали вождя, который выпустил на своих врагов большое светящееся копье. Так и был сожжен древний город с большинством жителей. Победители улетели на таинственном корабле, собрав всех своих воинов, жен и детей. Многие исследователи сходятся в том, что этот сожженный город и есть, Мохенджадаро. Но следует ли относиться всерьез к тому, что написано в древних текстах? Вы знаете, у них жизнь, у древних, была не настолько сказочная или сладкая, или беззаботная, чтобы можно было сочинять такие огромные легенды, мифы. Насколько можно понять, если мы сравним мифы и легенды народов мира, то очень многие сюжеты совпадают. Получается, что авторы древние, не имея возможности общаться друг с другом, писали об одном и том же, об одних и тех же событиях. Я не думаю, что это был плод их фантазии. Скорее всего, это были какие-то реальные события, которые авторы пытались описать. Можно это считать совпадением, но отец атомной бомбы Джулиус Роберт Оппенгеймер во время первого испытания своего адского изобретения произнес стих из Бхагавадгиты. Это мистическая поэма, входящая в состав древнеиндийского трактата Махабхарата. Означает ли это, что американского физика вдохновляли доисторические баталии? Либо он точно знал, о чем писали индийцы? Вот произнес такой стих, который я могу зачитать даже на санскрите, как он звучит. Диви сурья сахас россия, бхавет югопад у тхита, яда бха садриши сас яд, бха састасья махат монах. Значит, это следующее. Если тысячи солнц встанут, одновременно взойдут на небо, то их свет будет подобен сиянию этого великого существа. Если бы случай Махенджа Дара был уникальным, гипотеза о пришельцах с ядерной палицей не могла бы набрать столько сторонников, в том числе и среди серьезных ученых. Но это не единственное место на земле, сохранившее свидетельство применения в древности высоких технологий. По мнению многих историков, некоторые пустыни на земле хранят странные следы. Это могло произойти из-за применения ядерного или другого более мощного оружия. Вот на территории Махенджа Дара сегодня пустыня Тар. Везде кругом пески, где когда-то была цивилизация. То же самое мы можем наблюдать. Пустыня Гоби, Ливийская пустыня, пустыня Сахара. Там же мы наблюдаем огромное количество разных построек, начиная от египетских пирамид, кончая другими сооружениями. Причем огромного размера. До сих пор мы не можем понять, для чего они были построены, кем они были построены. Но, тем не менее, во всех этих пустынях ученые обнаруживают тектиты. Тектиты находят и в районе загадочного озера Лонар, которое расположено в 400 километрах от Мумбаи. Озеро образовалось на месте кратера, по оценкам ученых, около 5000 лет назад. С высоты птичьего полета это идеально круглый колодец диаметром порядка двух километров. Специалисты считают, что это результат падения метеорита. Но тогда должны быть следы метеорита. И этого мы там не находим. Все это доказывает, что в древности на территории пустынь могли быть использованы разные виды оружия. В итоге это привело к экологической катастрофе. Неожиданное подтверждение этой гипотезе можно найти в древних текстах. По местным легендам, в районе озера Лонар жил некий демон Лаванасур. От него не было покоя жителям близлежащих городов, и они попросили о помощи бога Вишну. Тот уничтожил демона с помощью сверхмощного оружия. Что это было за оружие, можно только предполагать. Но, скорее всего, оно было гораздо разрушительнее ядерного. Но если, например, провести аналогию, то, скорее всего, это была использована, возможно, какая-то ионная пушка, которую недавно изобрели украинские ученые. И в лабораторных условиях провели испытания. Получили температуру до 2 миллионов градусов, которую может плавить любое вещество. Скорее всего, здесь было использовано какое-то подобное оружие. Шумеры, древнейшая цивилизация, тоже знали о ядерной бомбардировке. На руинах шумерских городов, которые располагались от Турции до Ирака, пока не найдены свидетельства взрывов или колоссальных пожаров. Но навечно сохранились выбитые в камни рассказы о великих бедствиях. Есть описание, как черное облако накрывает некую территорию, и все население гибнет. Шумерские плачи. Так называются эти древние тексты. В них говорится, что причиной этих бед являются войны богов. Шумерские небожители были весьма воинственны и часто ссорились между собой с применением разрушительного оружия. Страдали при этом в основном люди. В Якутии в долине реки Вилюй сохранились предания о странных технических сооружениях. Древний якутский эпос Алонхо так рассказывает об их появлении. Однажды заскрежетала земля, и поднялся небывалой силы ураган. Когда мгла рассеялась, местные жители, кочевые тунгусы, увидели посреди выезженной земли, как они описывают, высокий железный дом. Долгое время он испускал неприятные, режущие слух звуки и постепенно уходил под землю. Дом венчал круглый купол. В нем никого не было. Внутри всегда было тепло, но человек от пребывания там заболевал и умирал. Иногда земля тряслась и скрежетала, и из железного дома вылетал ослепительный шар. Он улетал за горизонт и там взрывался. Тунгусы прозвали его Нюргун-Боо-Тур, огненный удалец. Железный дом был не один. Спустя века все они ушли под землю. Остались видны лишь круглые выпуклые крышки. Тунгусы называют их Олгуи, котлы. Есть какие-то похожие на котлы, возможно металлические, сооружения, выступающие из недр земли, из вечной мерзлоты. Похожие на котлы. Какие-то котлы перевернутые, какие-то нет, ну то есть какие-то как бы крышки. Поэтому мы предположили, что это могут быть артефакты условно-допотопных цивилизаций. Экспедиция московских исследователей, группа Неман, отправилась в Якутию, чтобы найти эти таинственные технические артефакты. Им предстояло обследовать огромную территорию бассейна реки Вилюй. Никто точно не знал, где находятся Олгуи. Решило было искать их с воздуха. Для этого использовался вертолет. Много дней искатели кружили над тундрой, каждый раз снижаясь при виде круглого пятна на зеленом покрове. Мы увидели какие-то странные округлые сопочки. Такие что-то округлое, тоже похожие с воздуха на котлы. Оказалось, это такие из мелкого щебня коричневые горки, сопки. Причем многие из них с плоской, обрезанной как бы вершинкой. И там на одной возвышенности мы обнаружили множество таких мелких сопочек. И предположили, что из этого места время от времени вырываются такие огненные богатыри. Однако группа Неман не смогла исследовать вершины сопок. Резко испортилась погода, и дальнейшие полеты стали невозможными. Исследователи решили вернуться в другой раз и продолжить поиски. Старожилы говорят, котлы давно ушли под землю. С точки зрения местной геологии это похоже на правду. Тяжелый предмет спустя годы исчезает в вечной мерзлоте, как в болоте. В 1971 году старый охотник пытался пробить лед круглого озерца, чтобы напиться. Как записано в дневниках геологов, цитата, старик провалился в металлическую нору, в которой лежали насквозь промерзшие, шибко худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах. Якобы у кого-то из этих людей было вот что-то, какой-то предмет, который выбрасывал луч. Как они об этом догадались, вы может попробовали, может что я здесь говорить не берусь, но по крайней мере упоминание. Но шибко худые железные люди. Либо это люди в скафандрах, либо это какие-то древние роботы, но что-то в этом духе. Потому что обычно на охоту в железном одеянии, что называется, не ходят. Охотник обмер от страха, но ничего не происходило, и он, осмелев, потрогал их полкой. Железные люди не шевелились. Старик выбрался наверх и постарался замаскировать это место. По другим сведениям, большая часть Олгуев была затоплена во время строительства Вилюйской газ. Есть сведения, что строители видели там какие-то округлые вот эти самые котлы на дне территории, которая сейчас находится под водой. И начальнику строительства тогда было доложено, он сказал, не обращайте внимания, затапливайте. Чешские исследователи во главе с Иваном Мацкерле тоже предприняли основательную попытку найти котлы. Их маршрут предполагал сплав по реке Вилюй и исследование местности с помощью моторного параплана. Исследование таинственных котлов могло бы стать всемирной сенсацией. До сих пор никому не удалось получить образец неизвестного твердого металла. И нет никаких фотографий, доказывающих существование котлов. Уже в первой разведке пилот Павел нашел пруд диаметром 100 метров. В центре идеально круглая поляна с затопленным отверстием посередине. Чуть далее вниз по реке команда обнаружила еще один пруд поменьше. Под водой прощупывался твердый металлический купол. Но у исследователей не было возможности осушить участок. Здесь оно опускается вниз, понимаешь? Как будто уходит вниз, все дальше и дальше. Оно имеет гладкую структуру. Там находится вход. Там имеется отверстие. Винтовая лестница. Они были как никогда близки к разгадке. Но было известно, котлы опасны. После ночевки у круглого пруда руководителю экспедиции Ивану стало плохо. Он испытывал головокружение, удушье озноб, не мог стоять на ногах, видеть, есть и пить. Это было очень похоже на симптомы радиоактивного облучения. Искатели Алгуев в панике прервали экспедицию. Каждая секунда промедления грозила ученым неизвестными проблемами. Сердце у него, наверное. Я не знаю, сколько это будет стоить. Но вообще-то дорого летолет, если честно, называть. А где пустяной? Ну, так как... Вызывай? Да. А? По всей планете встречаются сооружения, которые были разрушены чем-то подобным современному оружию. В Боливии расположены загадочные древние руины Пума-Пунку. Это одно из самых совершенных строений Латинской Америки. Каменные блоки в 200 тонн вырезаны неизвестным способом с ювелирной точностью. Мегалиты уложены без скрепляющего раствора, так что между ними невозможно вставить лезвие бритвы. Даже современные инженеры не способны на такое. Назначение Пума-Пунку непонятно. В главной площадке пробита дыра, а остальные конструкции комплекса будто разобраны на части и разбросаны далеко друг от друга. Сегодня сложно представить как способ создания Пума-Пунку, так и метод его разрушения. На территории Перу, в священной долине Инков, также много следов странных разрушений. Как будто от направленной бомбардировки пострадал комплекс Саксай-Уаман. Загадочная крепость, которую основали первые инки. Когда все случаи в совокупности удается наложить на карту, мы можем утверждать одно. Что если когда-то существовала некая процивилизация, это было не какое-то локальное расселение, будет там какая-то Атлантида или что-то. То есть эта процивилизация действовала в рамках всей планеты. В истории неоднократно встречаются описания того, как боги дарили избранным людям волшебные агрегаты или чудесное оружие. Это сильно влияло на человеческую историю. Прямые указания на это есть в сакральных текстах и летописях. Например, фараон Рамзес II использует странное оружие, некие огненные стрелы. И это необычные стрелы с горящими наконечниками. А что касается стрел огненных, которые он метал, многие ученые сейчас сходятся, и весьма авторитетные, известные ученые, сходятся в том мнении, что это было не что иное, как лазер. Это было лазерное оружие. Причем говорится о нем в контексте реального исторического события – битвы при Кадеше в XIII веке до н.э. Тогда хеттский царь Муваталли II напал на многочисленные войска египтян, бдительность которых усыпили бедуины. Перевес сил был на стороне хеттов. Но в итоге Рамзес II оказался победителем. Выставив какое-то сияющее копье, он парализовал волю и силы хеттов и перебил их сколько смог. Остальные понемногу пришли в себя и спаслись бегством. Эта победа стала символом величия египетских царей. До нас дошли свидетельства и источники, что Рамзес II появился во всем блеске на своей колеснице и стал метать огненные стрелы во врагов. Мы догадываемся, приводим параллели, что да, действительно, Рамзес II пользовался лазерным оружием. Но это гипотезы. Противники гипотезы ядерных вооружений древности приводят логический аргумент. Для создания ядерного, лазерного или любого другого совершенного оружия необходимо сложное производство. Шахты по добыче урановых руд, заводы, полигоны. Производственная цепочка, начиная от урановых родников и заканчивая сверхсовременными лабораториями. Таких следов никогда на планете найдено не было. Или даже подобных сооружений, которые можно было бы интерпретировать как остатки соответствующих производств древних. Но немаловажный факт. Применяли такое оружие в основном боги, живущие на небесах. Люди же получали его в дар и на время. Тот же Рамзес II, разгромивший войско хеттов практически в одиночку, не всегда владел таинственным оружием. Перед лицом неминуемого поражения он взмолился своим богам. Бог Амон-Ра снизошел до своего подданного и вручил ему сверкающий посох. Полубоги, довольные тем или иным служением, нисходили и передавали в дар для использования великим воинам небесное оружие. Предупреждая, что это оружие должно использоваться только для победы над врагом, а не для победы над невинным человеком. В те времена войны даже устраивались специально в безлюдных местах, для того, чтобы не нанести урона людям. Так возможно заводы по изготовлению оружия находились именно там, откуда были боги. Древние тексты помещают их на небесах. Означает ли это, что высшие существа были родом с иных планет? Или же им вообще не нужны были громоздкие технологические базы? По выводам исследователей, оружие богов включается и работает с помощью заклинаний. Означает ли это, что оно основано на акустических технологиях? Это оружие, очень важно это отметить, оно никогда не описывается как механизм. Механизм это на санскрите было бы янтра. А это оружие, это прежде всего мантра. Мантра, то есть бог сообщает мантру заклинания, формулу магическую, которую герой, когда употребляет, то магически эта мантра оказывает воздействие на поиск противника. Как описывается это воздействие? Это воздействие, значит, может быть, там, скажем, все войско сгорают в пламя. Или войско это погружается в сон. Или войско охватывает панический ужас, и они все там, включая всех животных, в ужасе разбегаются в разные стороны и так далее. Древний египетский фараон Рамзес II не единственный в истории, кто распоряжался загадочными сверхмогущественными жезлами. Посох Моисея. Предмет, который тоже можно расценивать как оружие или силовой манипулятор. С его помощью пророк раздвинул воды моря и продержал достаточно долго, пока все не перешли на другой берег. Благодаря этому посоху треснула скала, чтобы горный ручей изменил свое русло. В древних текстах говорится, Моисею вручили посох египетские жрецы. На стенах египетских храмов есть изображение подобного предмета. Эти загадочные атрибуты богов – посохи с различными составными частями. А боги индуизма оперировали ваджрой – приспособлением в форме скипетра. Ваджра – это и было именно ручное оружие богов. Что самое интересное, я видел бронзовую статуэтку Зевса 5-6 века до новой эры, которая также держала в руках ваджру. Это прибор-аппарат, не был ограничен территорией. Есть также гипотеза, что французские королевские лилии – это не изображение цветка, а половинка самой ваджры. То есть не связывается королевский род с понятием цветка, а связывается с понятием, с идеей божественной силы, которую, начиная с мировингов, французы наследовали. В древних текстах можно найти и другие указания на то, что предыдущие цивилизации владели могущественными, неизвестными нам технологиями. В Библии описана история взятия города Иерихон. Иудейский правитель Иисус Новин расположил войско у стен неприступного города. Шесть дней подряд, раз в сутки, иудеи обходили Иерихон и дудели в загадочные трубы. На седьмой день они обошли город шесть раз, сохраняя молчание. А на седьмом витке опять подули в трубы, и стены рухнули сами собой. Город был взят при помощи труб. Трубы были настолько сильны, что их звук подействовал на стены города, и те обрушились. Неожиданно. Это не фантастика. Диапазон звуковых волн чрезвычайно широк. Равно, как и его воздействие. Издавна известен благотворный эффект акустики, колокольного звона, пения молитв. Но звуком можно свести с ума и даже убить. Полиция многих стран использует генераторы особых звуковых частот, способные разогнать толпу. Человек, услышав этот невыносимый звук, старается убежать. Простой пример разрушительной силы звука – бокал, разлетевшийся в дребезги от верхней ноты, взятый певцом. Акустические волны способны даже помочь преодолеть гравитацию. Это происходит следующим образом. Между излучателем звука и отражателем всегда возникает стоячая волна. Пока физики могут подвесить в ней только предметы очень малой массы. Для перемещения тяжелых предметов нужны очень сильные излучатели. Но не исключено, что в древности они были. Если рассматривать с точки зрения достижений современной науки, это описание акустического оружия, которое также воздействует не только на людей, но и на окружающую среду. Если определенные звуки собрать в определенной тональности, то они могут порождать разрушительное действие. Самый известный пример применения подобного оружия – битва на Курукшетре. Индийцы верят, что это сражение произошло около 5000 лет назад в районе современного Дели и стало крупнейшим за всю древнюю историю. Тогда погибло 640 тысяч человек. Это была война между двумя кланами – пандавами и кауравами. Бились люди, а боги присутствовали в качестве наблюдателей. Последний герой из рода кауравов – Ашватхаман – никак не мог одолеть своих врагов. И на исходе битвы запустил против них самое страшное оружие – брахмастру. Принцип действия – звук. Звук, говорится, что существуют различные разновидности звука. То есть акустические волны, которые мы привыкли воспринимать как звук именно, да? То есть обычно мы ни о чем другом не говорим. Только в акустических каких-то вибрациях. На самом деле существует еще три вида звука, более тонких. Интересно, но это оружие действовало очень выборочно. То есть поразило только оставшихся мужчин из рода пандавов, в том числе младенца в очереве матери, но саму женщину не убило. Как пишут древние тексты, брахмастру можно было остановить в любой момент. Правда, Ашватхаман не знал как. Он уже решил, будь что будет, просто запустил, и там хоть трава не расти дальше. Просто в состоянии отчаяния. И как он это сделал? Он прикоснулся к воде для очищения. Он сел в позу лотоса и начал читать различные гимны, мантры ведические, которые приводят в действие вот это вот вид оружия. И говорится, что эта брахмастра была направлена против конкретных людей. Самыми вооруженными, похоже, были злобные боги древних индусов. Священная книга Махабхарата рассказывает о совершенно фантастических предметах. Все, что мы могли бы вообразить о средствах массового уничтожения, там уже было. Есть описание видов оружия, которые мы еще не понимаем. Когда можно использовать каким-то образом какое-то оружие, какую-то стрелу, которое помогает, находясь на земле, наблюдать, как с экрана, наблюдать, что делает противник за много километров от нас. Каким образом? Мы пока еще не располагаем такой техникой. В древних текстах такая техника описана. Нам только предстоит расшифровать и понять, что имели в виду древние авторы. В древних текстах, например, рассказывается о таких видах оружия, которое сегодня можно было бы назвать психотронным. Боевые слоны под воздействием этого оружия впадали в панику и разбегались. Было и другое оружие, которое применялось уже против людей. По описанию, его воздействие схоже с гипнозом. Оружие Кокудака или Просвапан. Это оружие тоже приводило в замешательство, но уже не слонов, а воинов. И оружие Нака. Это одно из самых страшных оружий, которое также описывалось в древнеиндийских трактатах. Это оружие вообще лишало ума человека. Он становился безумным, сумасшедший. Индийские боги и герои воевали не пешком, а на виманах. Это загадочные летательные аппараты. Слово вимана сегодня на современном языке индийцев хинди означает самолет. Но могли ли быть самолеты в древности? И что за машины описаны в древнем трактате Виманика-Шастра? Согласно вычислениям исследователей, они развивали в атмосфере скорость до 800 км в час, летая на высотах от 10 до 12 км. При этом могли нести на борту 12 пассажиров и около 300 кг груза. Двигатели виман развивали тягу около 9 тонн. Это сопоставимо с мощностью современных истребителей. В древних книгах подробно описаны структуру виман, принципы управления и даже виды топлива. В качестве основного топлива использовался способ нагревания ртути, благодаря чему повышалась, может быть, высвобождалась какая-то энергия, которая действовала как реактивная тяга. Древний трактат описывает, что на борту виман устанавливались специальные приспособления. Они позволяли сделать корабль невидимым для противника. Кроме того, пилот виманы мог видеть приближающегося противника и отреагировать на него. Управлять виманой было нелегко. Небесный воин должен был хорошо разбираться в метеорологии, знать, в каких облаках и воздушных потоках может летать его аппарат. И самыми распространенными были виманы конической формы и виманы крылатые, которые могли передвигаться не только вертикально, но и горизонтально. Говорится вимане Кашастри о том, что вот эти виманы даже обладали убирающимся шасси. Они разгонялись на трех колесах и имели форму крыла, ну, наверное, как у современных, правда, вышедших из употребления, конкордов, да, с такой треугольной геометрией крыла. В 1952 году индийский журнал описал события, которые происходили в 1895 году в местечке Чаупати под сегодняшним Бомбеем. Один изобретатель построил летательный аппарат, основываясь на рисунках вимани Кашастри, и представил его публике. Это был странный сигарообразный аппарат с треугольными крыльями. Вимана с ревом тронулась с места, с невероятной скоростью взлетела над морем, выполнила фигуру высшего пилотажа и даже приземлилась обратно. Но это была далеко не та вимана, на которой летали боги. Виманы в те далекие времена, о которых не говорится в вимане Кашастри, использовались, вернее, строились, с учетом очень-очень тонких технологий, когда использовались не только грубые элементы, дерево, металл, камень и так далее, но и очень тонкие материальные элементы, очень тонкие конструкции создавались с помощью воздуха и эфира. То есть то, к чему современные ученые вообще еще не приблизились вплотную. Согласно древним индийским летописям, видов виман существовало огромное множество. И чем выше был бог, тем интереснее был дизайн его летательной машины. Говорится, что Брахма летает на лебеде, там описывается, то есть вот его, так сказать, виман, он вообще очень даже симпатичный. То есть он не похож на современные самолеты или какие-то там космические корабли. А вот такие механистические формы имеют, как правило, аппараты, на которых путешествуют жители низших планет. Вот эти вот демонические различные существа, они как раз используют всякие вот летающие тарелки. Но кем же были древние могущественные боги на самом деле? Зачем они так активно общались с людьми и каковы были их интересы? С кем и за что они воевали на нашей планете? Этот вопрос не дает покоя многим исследователям. На всех континентах планеты сохранились в мифах упоминания о войнах богов. В общем-то, всем хорошо известны из школьного курса греческие мифы или древнеримские. Но то же самое есть и у скандинавов, и у ирландцев, англичан. То же самое имеется и на территории нового света. Но дело в том, что вопрос-то упирается в другую тему. Как древние, кого бы древние воспринимали как богов? Основная, но очень ненаучная и неудобная теория богами были представители высокоразвитой внеземной цивилизации. Эта версия основана прежде всего на анализе самих древних текстов. Наши предки четко указывали, откуда прилетали их боги. Там говорится о том, что жители различных планет Вселенной используют различные летательные аппараты. Эти существа, они самые разные. Есть существа типа людей на средних планетах, а есть существа типа полубоги. Иногда их богами называют, но это совсем точно. На санскрите называется девы. Это существа, которые населяют высшие планетные системы. Они очень могущественные, они управляют различными энергиями в природе. Ну, как чиновники, знаете, такое вселенское правительство. Управляют различными энергиями. У них 33 миллиона основных полубогов. В разных древних источниках повторяется один и тот же рассказ о разрушении целого мира. В Шумере это легенда о гибели планеты Теамат. В греческих преданиях говорится о планете Фаэтон. Смысл этой истории один. В результате войны богов некая планета разлетелась на куски. Боги шумеров назывались ануннаки. Они прилетели и создали человека путем смешения своих генов с материалом местной обезьяны. Ануннаки занимались на земле добычей золота и урана, а человекам потребовался для обслуживания шахт и рудников. Боги были родом с планеты Нибиру, но иногда с планеты Теамат. Возможно, что эта история не миф. В Солнечной системе между Марсом и Юпитером существует пояс астероидов. Раньше там была планета, а сейчас остались одни осколки. Ученые обозначили это предполагаемое небесное тело так же, как описано в легендах. Фаэтон. По научной гипотезе, однажды Фаэтон, он же Теамат, разлетелся на части в результате столкновения с гигантским блуждающим планетоидом. А древние тексты описывают, что это произошло в результате войны богов. Это конкретные хроники, это не вымысел, это конкретные исторические события, происходившие в разные времена, причем на разных планетах нашей Вселенной, не только на Земле. Там разные самые события описываются, в частности, сражения между демонами и полубогами, какие-то дела, которые происходили на высших планетах Вселенной. Хроники древних народов не только описывают войны прошлого. Там же содержится предостережение о будущем. Там говорится о том, что через некоторое время, там дается такое предсказание, люди снова получат доступ к такой технологии, и построят такие летательные аппараты, будут путешествовать по разным планетам. Правда, это вызовет определенные проблемы в взаимоотношениях с обитателями других планет. Тибетские монахи тысячи лет хранят пророчества о Шамбалинской войне. Когда-то сам Будда передал королю страны Шамбалы тайное учение – кала-чакры. Благодаря ему все жители страны переселились в иное измерение. Шамбалы и сейчас находятся там. Пророчество гласит, последнего из королей Шамбалы ждет Великая война. Некая глобальная империя, властвующая на Земле, захочет овладеть духовными богатствами Шамбалы и с помощью ученых найдет порталы в иные измерения. Захватчики, в отличие от жителей параллельного мира, будут вооружены самыми совершенными видами оружия. Вот в этом трактате есть описание военной техники. Военной техники войска Шамбалы, вот этой самой таинственной этой страны, значит, где-то в недрах Гималаев, откуда потом вот выйдет поиск царя Шамбалы или Майтреи, и который покончит со всем злом на Земле, уничтожит это зло. Шамбала победит, потому что найдет оружие, которое использовали древние цивилизации Земли. Там говорится, что некоторые люди очень боятся того, что цивилизация может быть уничтожена с помощью оружия, типа брахмастры. Однако это не так. Человеческая цивилизация не может быть уничтожена с помощью брахмастры. Там говорится о том, что все находится под контролем Бога, все это проявление его энергии, и как бы без его воли никто ничего не создать, не разрушить не может. Поэтому там очень такое оптимистическое утверждение содержится, что, ребята, успокойтесь, все находится под контролем. Воцарится золотой век. Люди будут жить тысячу лет и обладать сверхспособностями. Три миллиарда буддистов верят в это пророчество. Можно вычислить, что оно сбудется примерно в 2250 году. Однако изучение войн древности уже сегодня может дать нам нечто весьма ценное. И это не только технологии богов. Это урок из прошлого. Позабытая истинная история нашей Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова